всем привет сегодня у нас на канале продолжается тема муай тай у меня уже было два выпуска посвященных боям моего коллеги по работе лиандра беннегера четырехкратного чемпиона европы по муай тай и бывшего чемпиона мира сегодня же я хочу просто чтобы вы посмотрели вот это вот видео где дерутся коренные тайцы и сравнили это видео вернее технику боя с той техникой которую используют европейцы в поединках по муай тай это конечно же мое личное мнение и она может не совпадать с мнением тех кто смотрит сейчас вот это вот видео но на мой взгляд техника и скорость спортсменов из таиланда намного превышает скорость европейских бойцов даже того же лиандера или последнего его претендента из румынии здесь все-таки с мы с вами видим более мощные и быстрые удары чем у европейцев с чем это связано честно сказать я не знаю но смотрится более захватывающе и красиво уж если выставить к примеру на поединок по тайскому боксу тайца и европейца честно сказать я бы отдал предпочтение именно человеку в стране которого было создано вот это вот боевое направление потому что ну сами посудите удары хлесткие четкие быстрее практически всегда достигают цели что у одного спортсмена что у второго но вот например сейчас был хороший удар боковой в челюсть если бы к примеру кто-то из европейцев получил этот удар он бы просто-напросто чпокнулся на ринг вот ушел отлично отличный прямой ударов на сопырку был просто отличный прямой удар блин я как-то видел один из самых последних поединков моего коллеги лео тот поединок он проиграл по очкам своему сопернику это был поединок между федерациями муайта и кикбокса и три судьи из четырех отдали предпочтение его оппоненту хотя по технике по ударам по точным встречному вернее по точным ударом наносимым в цель лео был впереди с чем это связано что вот так вот отдали победу оппоненту я не знаю но в одном из кадров там в одном из моментов того поединка видно как лео наносит прямой удар в нос своему сопернику и и слышен такой характерный неприятный звук как ломается носовая кость довольно так у болезненное ощущение но в любом случае я его спросил что что теперь будешь делать после того когда суди вот три судей из четырех отдали предпочтение оппоненту он сказал что федерация подает апелляцию в к судейскую коллегию и там уже решают скажем так на высшем уровне просматривают еще раз поединок и уже будут решать кто выиграл этот бой или лео или его соперник но на пояса на его чемпионские титулы тот поединок никак не влиял это можно сказать был такой дружеский спарринг между федерациями ну ладно возвращаемся к нашим тайцам посмотрите это действительно мощные очень сильные действительно хорошие удары неудивительно что все тайские боксеры в возрасте 30-35 лет именно вот тайцы они уже практически инвалиды потому что и голова отбита и ноги все болят надкосница вся разбитая внутренние органы покалечены сколько вот именно вот на таком вот темпе в таком вот стимуле сколько они могут лет могут работать внутри 4 5 максимум лет а потом все потом все таки организм начинает давать сбой потому что это действительно как спортивная подготовка вещь хорошая но как постоянное боевое искусство где ты выступаешь на ринге как минимум один раз в месяц или два раза в месяц чтобы защитить свой титул или доказать свою силу каким-то оппонентам это все-таки со временем дает это дает о себе знать вот пожалуйста сейчас был еще один нокдаун человек ушел ну да то нет сказать если честно со стороны это смотрится действительно красиво зрелищно порой агрессивно но когда вот у меня знакомые отдают своих малых детей на кикбокс и эти малые дети в возрасте 12 лет начинают выступать на соревнованиях и лама рвут себе мениски 13-14 лет рвут себе мениски значит здесь уже не методика преподавания а именно тренерская работа дает сбои вот пожалуйста вы видели чемпиона ну что ж не забудьте подписаться на этот канал поделиться видео с друзьями оставить лайк всем удачи пока